С 20 марта в нашем городе стартовала профилактическая операция «Снегоход», которая продлится до 20 апреля. В последние годы интерес жителей региона к этому виду транспорта возрос. Однако владельцы снегоходов не всегда имеют право на вождение, игнорируют обязанность по постановке техники в органах Гостехнадзора, превышают скорость и совершают другие нарушения. Цель профилактической операции – проверка соблюдения владельцами снегоходов правил регистрации, а также требования к техническому состоянию транспортных средств и безопасности движения. Рейды проводятся сотрудниками инспекции по техническому надзору совместно с работниками ГИБДД. Наиболее распространенное нарушение – это правила регистрации, также правила допуска к управлению тракторами и другими самоходными машинами. И самое частое нарушение – это непрохождение ежегодного технического осмотра. Наибольшее количество нарушений наблюдается в момент, когда запрещена охота, рыбалка, устанавливается благоприятная погода для катания на снегоходах. Именно в это время активизируются неразивые владельцы техники, игнорирующие все установленные нормы и правила. С начала 2015 года в нашем городе сотрудниками ГОИ было выявлено одно нарушение правил дорожного движения, совершенное водителем самоходной техники, а именно снегоходом. Данный водитель управлял транспортом, не имея при себе документов на снегоход. В связи с этим хочется напомнить нашим воркутинцам о том, что снегоход – это такое же, как и любое другое транспортное средство, является источником повышенной опасности. В связи с этим для управления им необходимо иметь водительское удостоверение, зарегистрировать данный транспорт в установленный законом порядке и, естественно, соблюдать правила дорожного движения при движении по дорогам общего пользования. В рамках операции проводятся мероприятия по приему у граждан экзаменов на право управления внедорожными моторотранспортными средствами категории А1. Свой полигон для этих целей предоставило местное отделение ДОСААФ воркуты. Для лиц, у которых есть свой автотранспорт, то есть квадроцикл, либо снегоход, который стоит на государственном учете, они могут спокойно обращаться в наше учебное заведение, и мы им предоставим свою материальную базу для сдачи экзамена. Лица, которые имеют любое водительское удостоверение, сдают всего лишь знание безопасной эксплуатации самоходных машин и практический экзамен на автодроме. И еще водителю следует знать, что за нарушение правил дорожного движения при управлении самоходной техникой он автоматически лишается прав не только на вождение снегохода, но и на вождение другой автотехники, будь то автомобиль, самосвал или автобус. Вячеслав Ирин, Ольга Чебнева, Виталий Дерешев, ТВ Гало, Воркута.